МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Есть какие прогнозы? – Да, не прогнозы, а статистика ведется, и мы знаем количество детей каждый год. Смотрим тенденцию, и тенденция сокращения, прежде всего, и для девятиклассников, и для десятиклассников. Еще будут наблюдаться ближайшие 2-3 года. И в этом году сокращение одиннадцатиклассников примерно на 700 человек, а девятиклассников на 400. То есть сокращается девятиклассников меньше. А в целом, если взять количество детей, которые обучаются в школах, она у нас растет. Более 124 тысяч сегодня. И она имеет динамику увеличения. То есть за счет чего? За счет того, что количество первоклассников увеличивается. Какие изменения произошли в этом году в процедуре сдачи единого госэкзамена? И государственной итоговой аттестации? По-разному называют. Это экзамены для одиннадцатиклассников, назовем, и экзамены для девятиклассников. В целом, уже экзамены начались, потому что, в отличие от прошлых лет, экзамены в июне мы не проводим. Летние экзамены отменены. И поэтому экзамены для тех, кто закончил в прошлом году или кто хочет заранее сдать, мы уже приступили. И сегодня они идут, как мы называем, не основной, а предварительный этап. Потом основной, как обычно, в мае начинается, это июнь. И на этом, в принципе, заканчиваются государственные экзамены. То есть в этом году заранее начинаются уже в процессе учебного года. Проводятся экзамены. То есть летнего этапа нет. Какие экзамены уже сданы? Ну, экзамены сданы по основным предметам. Это русские, математики. Все предметы, которые есть, это для тех детей, а еще раз повторяю, для тех выпускников, которые закончили школы разные годы пораньше. То есть или те, у кого уже истек двухлетний срок. Да, двухлетний срок. Совершенно верно. То есть таких детей не так уж много. Есть среди них и выпускники техникум, которые хотят получить или сдать ЕГЭ и получить, допустим, аттестат. Вот на что нужно обратить внимание выпускникам и их родителям в первую очередь? То есть из-за чего начать волноваться уже сейчас? А что может быть вообще не принимать во внимание? Ну, самая главная и принципиальная позиция Министерства образования России и в том числе Министерства образования Чувашьей Республики это больших изменений в проведении единого государственного экзамена или по форме ЕГЭ для выпускников 9 класса и 11 класса не должно быть. Если какие-то новшества вводятся, они должны быть известны в начале учебного года, когда еще ребенок или обучающийся учителя начинает только учебный процесс, и они должны быть известны. И поэтому новшества, которые появились или сегодня реализуются, они были известны и уже известны были давно, в начале учебного года нашим ученикам. Но прежде всего, для чего все это делается? Вот, наверное, с этого нужно начать. Единый экзамен, единый государственный экзамен и для 9-ти классиков, и для 10-ти классиков это форма оценки учебных достижений. И они должны давать объективную оценку учебным результатам наших выпускников, как 9-ти классникам, так и 11-ти классникам. И с этой целью новшества, которые вводятся, это прежде всего, вот первое, такое уже замечательное, которое пробировали на предварительном этапе, это разделение математикой на базовый и профильный уровень. Базовый уровень достаточно сдать на тройку, можно получить аттестат. А профильный уровень сдают углубленно, там достаточно сложно, это уже для поступления, где математика является профильным предметом, и баллы учитываются при поступлении в высшую учебную заведение. Для чего это делать? Для того, чтобы, опять-таки, дифференцировать детей, кому нужна математика для последующего обучения, а он должен сдавать ее на углубленный уровень. А кто не выбирает этот предмет для продолжения обучения в высших учебных заведениях, ему достаточно доказать, что основу математики, как предмет для использования быту и так далее, он освоил. То есть, вот это первое новшество. Второе новшество, очень важное, появилось сочинение. Сочинение, как обязательно, зачет-не зачет, для того, чтобы допустить к сдаче единого государственного экзамена. И для чего это? Чтобы проверить творческие способности ребенка. Потому что один экзамен в форме тестов, он не дает возможность ребенку полностью проявить свои способности. Наверное, об этом тоже нужно сегодня родителям помнить и выпускникам в том числе. Еще одно новшество, не столько новшество, на республике оно было, но оно сегодня официально получило закрепление. Это английские иностранные языки. Кроме письменных тестовых заданий, надо выполнить еще проговорение. То есть, если 80 баллов максимально можно получить на основе тестов, еще 20 баллов можно, как бы проговаривая, получить или... Наговорить. Наговорить. Соответственно, получить еще 20 баллов. Вот эти вещи, они рассчитаны на то, чтобы сделать единый государственный экзамен более объективным. Поэтому здесь я не вижу, как бы, таких угроз, которые бы сегодня для наших детей были бы новшествами. А что касается вообще дальнейших шагов, вот здесь нужно сказать, еще раз подтвердить, сказать, что единый государственный экзамен должен стать одним из инструментов оценки учебных достижений. Для чего? Для того, чтобы... Но не единственным. Не единственным. Смотрите, сегодня уже есть у воузов возможность учитывать до 10 баллов, добавить за сочинение при поступлении. Есть возможность добавить за сдачу норм ФГТО. Есть добавить возможность баллы за волонтерское участие в волонтерском движении и так далее. То есть портфолио будет учитываться. Вот все возвращается. Да, все возвращается. Когда я закончила школу и поступала, вот тогда у нас была система, помимо общего балла, который у тебя стоит... Аттестатия? Нет, уже не было балла аттестатов, уже был общий балл, который ты набираешь на всех экзаменах, плюс до трех баллов комиссия могла дать за участие в общественной жизни, то есть при предъявлении грамот, за какие-то другие, за спортивные достижения. Ну, то есть вот в качестве дополнительных преференций. Совершенно верно. Но еще больше хочу добавить, чтобы вот единый государственный экзамен не стал угрозой для наших выпускников, особенно для родителей, потому что это достаточно сложно психологически, прежде всего для родителей. Наши выпускники, они более комфортно все равно себя чувствуют. Появляется сдача, возможность сдачи единого государственного экзамена в течение всего года. Допустим, кто-то получил двойку, он иметь должен возможность сдавать его, пересдавать в течение всего года, соответственно, появятся пункты сдачи единого экзамена на весь период, календарный год, в любое время прийти и сдать. И еще возможность сдать экзамены ЕГЭ после 10 класса даже. Допустим, курс географии завершил. Почему мне нужно сдать еще один год? Я могу прийти и сдать в этом же году. То есть вот такая система вводится для того, чтобы сделать единый государственный экзамен не разовым инструментом, а инструментом, действительно, дающий объективные показатели качества знаний наших выпускников. Ну, вообще больше похоже на какие-то послабления. Нет, не послабления, это, скажем так, поворот лицом, скажем так, нашим выпускниками-родителям. Ну, во всяком случае, да, это вот как-то с ними... Ну, снять как угрозу. Это часть проблем. Да, часть проблем. Давайте поговорим о компании вступительных. Да. Вступительные компании. И даже не сколько в ВУЗы, сколько в учреждения среднего профессионального образования. Вот с ВУЗами у нас все понятно. У нас там, ну, на большинство специальностей там стабильный конкурс, хотя в последнее время вот есть какие-то направления, по которым, ну, просто фатально не добирают. Ну, это вот, в общем, проблема в ВУЗов больше. С учреждениями среднего профессионального образования какая ситуация? У них бывает конкурс сейчас или принимают всех абсолютно, лишь бы пришел? Ну, вот тема, которую сейчас мы обсуждаем, она очень актуальна, особенно на этом этапе, потому что выбор профессии – это очень серьезный вопрос для выпускника, особенно для выпускника, который еще не определился, не определился профилем. Потому что в средней школе, в средней образовательной школе, 10-11 классы, большинство у нас профильные классы, ребенок или обучающийся уже знает примерно перечень ВУЗов, которые он будет подавать заявление. Этот перечень, вы знаете, может быть достигать до 5. И, соответственно, у него есть право выбора еще, то есть он не полностью жестко так регламентирован. И здесь единственное, очень важное, я хочу подчеркнуть, количество бюджетных мест у нас не сокращается. В ведущие ВУЗы Чувашской республики количество бюджетных мест сохранили, даже несколько нарастили. И особенно важно, что нарастили по техническим специальностям. То есть гуманитарно где-то мы сократили, потому что нужно было постребованность в таких больших объемах. То есть получается перераспределение, допустим, с гуманитарной специальности в пользу технических. Совершенно верно, технические. И поэтому здесь в целом мы количество бюджетных мест не сократили. При этом на фоне, когда количество выпускников, как только что я отметил, сокращается из года в год, ближайшие 2-3 года в том числе. И поэтому, если в целом смотреть количество бюджетных мест в ВУЗах, техникумах, которые сегодня мы можем на бюджет, на основе предоставить нашим выпускникам, они даже несколько больше, чем количество выпускников. С учетом того, что часть выпускников 11 класса, как правило, у нас уезжает за пределы Чувашьей Республики, поступают в престижные ВУЗы Российской Федерации. Так как же быть с конкурсом? А вообще как быть тогда с набором? Ну вот конкурс все равно существует. Как бы не пирадоксально, конкурс существует, потому что в этих бюджетных местах есть и заочная форма обучения. И поэтому, если говорить по очникам, здесь возникает и конкурс среди выпускников 11 класса. В прошлом году конкурс средним составил по республике ВУЗы 4,8. А техникум у нас 2,3, чуть ниже. Но если смотреть динамики, то количество поступающих, или точнее конкурс техникума, растет большими темпами, чем конкурс высших учебных заведений. Ну и то, в высших учебных заведениях конкурс по-разному складывается в разных ВУЗах. Допустим, МАМИ и ЧГУ конкурс 6,9 почти, что на одно место. И это говорит о том, что прежде всего конкурс возрастает на технической специальности. Интерес у детей появляется, у выпускников появляется инженерным профессиям. И то, что сегодня выпускники 11 класса, качество предмета по выбору, выбирают физику, биологию, и процент из года в год растет, тоже говорит о том, что наша работа как бы дает свои результаты. А если возвратиться к техникуму, здесь действительно конкурс тоже средний ни о чем не говорит. Потому что есть здесь и техникум, который рассчитан на, допустим, или готовить специалистов для агропромышленного сектора. У них конкурс, конечно, небольшой или почти нет. А конкурс на строительные специальности очень высокий. Это традиционно. И электротехнические специальности, энергетические специальности. У нас конкурс не ниже, даже выше порой, чем в университете или выше, чем в заведении. Поэтому мы считаем, что самое важное увидеть тенденцию. Тенденция заключается в том, что интерес наших выпускников к получению среднепрофессионального образования и пройти через траекторию школа, среднепрофессионального образования, высшего учебного заведения, вот этот интерес к каждым годам возрастает. Ну вот если говорить о динамике за последние годы, как изменилась ситуация? Возьмем 2014, например, или 2014? Ну давайте в 2013 даже начнем. В 2013 где-то у нас было 47% выпускников 9 класса шли техникумы. Условно мы это называем техникум, хотя внутри техникум у нас есть, опять-таки, два уровня. Рабочая профессия и средняя специальность. В прошлом году у нас 52%. В этом году мы прогнозируем уже 55%. То есть выпускники 9 класса уже с большим интересом или большим интересом идут в наши учреждения, которые дают среднепрофессиональное образование. А вот ведете вы такую статистику, сколько выпускников средних специальных учебных заведений после окончания не идут на производство, допустим, идут на производство, а сколько идут за высшим образованием дальше? Тоже статистика ведется. Здесь для нас очень важно, чтобы наши выпускники после технику все-таки пришли на производство. Конечно, очень важно, чтобы дать возможность выпускнику работать и получать специальности. Поэтому, если брать долях и туда включить, и кто получает образование в высшей поочной и заочной форме, это около 30-35% у нас выпускников техникумов идут в высшую учебную заведение. И при том здесь мы создаем более привлекательные условия. В чем они привлекательны? Выпускник техникума сегодня поступает в высшую учебную заведение без сдачи единого государственного экзамена. И при том его экзамен, внутренний экзамен ВУЗ, который организуют по данной специальности. А дальше полученные баллы, такие же стубальные, выставляются в общем рейтинге. И выпускник техникума участвует в общем конкурсе наравне со всеми. Вот это первое преимущество. Второе преимущество, тоже принципиально важное. Человек, который получил среднепрофессиональное образование в техникуме, имеет возможность, так как программы интегрированные, пройти обучение за 3,5 года по ускоренным программам. То есть он пишет индивидуальную программу, ему составляет. И этот выпускник сразу после первого курса может переходить на последующие курсы. То есть получить диплом он может более быстрыми темпами. В этом году произошли какие-то изменения в структуре самой системы среднего специального образования? Ну, структуру, по большому счету, сразу резко изменить сложно. Мы ежегодно все-таки корректируем профессии, или точнее контрольные цифры приема, так называется, по-другому, если по-простому, бюджетные места на профессии, которые востребованы на рынке труда, или мы, как говорим, востребованы для развития социально-экономической ситуации, или реализации политики Чувашской республики. И, естественно, мы увеличили долю специалистов, которые востребованы сегодня предприятиями. То есть мы собираем заявку от предприятий, собираем заявку от Министерства экономики, от Министерства сельскохозяйства, Министерства транспорта и так далее. И, соответственно, мы готовим контрольные цифры приема в расчете их потребностей. Какие сейчас самые востребованные специалисты? Ну, самые востребованные, и уже вы сами догадались, это строители, где конкурсы очень высокие. Это электротехника, это энергетика, это компьютерные технологии на уровне среднего специального образования. Поэтому туда ребята, выпускники девятого класса, с удовольствием идут. И, кстати, 27 почти 100% выпускников одиннадцатого класса поступают после одиннадцатого тоже техникумы. Это тоже отрадно. Поэтому мы считаем, что вот здесь как раз подготовка рабочих кадров, в том числе кадров для среднего звена производства. Вот буквально на днях обсуждался вопрос на заседании Кабинета министров о реорганизации Чебоксарского механико-технологического техникума. И речь шла об объединении его с педагогическим колледжем. Вот довольно интересный такой поворот событий. Чем это вызвано? Ну, опять-таки, можно, если позволить, я начну издалека. Вот не является самоцелью просто механическое объединение каких-то колледжей, техникам между собой. Ну, понятно, что делалось. Это не ради эксперимента. И конечной целью, опять-таки, должны стать две цели, ключевые цели. Это реализация потребностей экономики, то есть удовлетворение кадрами востребованными. Вторая цель – дать возможность выпускнику реализоваться этой профессии. Мы смотрим, где выпускники наши все-таки потребности больше испытывают. И кроме этого, мы же должны еще понимать, что готовить будущих выпускников нужно иметь педагогический кадр, соответствующий, в том числе среднепрофессиональном образовании. И вот когда мы решаем вопрос объединения того техникума к другому, мы всегда смотрим, чем один техникум сильнее, и что может дать другому техникуму, который не нашел себе нишу. Ниша должна быть. Мы объединяли недавно электромеханический колледж с техникум связи. Там логика какая? Электромеханический колледж и техникум связи параллельно готовили одинаковых специалистов. Зачем нам распыляться, когда можем техникуму связи дать эту специальность, вот электромеханический колледж, и, соответственно, там усилить потенциал, ресурсы. И, соответственно, объединились они. Мы рассчитываем, что это даст эффект. Гораздо больше вопросов вызывает, почему объединили техникум технологический с педагогическим. Здесь мы анализируем, смотрим, 273 мастера. Из них 60% пришли с производства, хорошие, золотые руки, но педагогической профессии нет. А педагогическая деятельность предполагает все-таки основу педагогического мастерства. И поэтому мы решили сделать таким образом, что объединенный техникум решил вот этот вопрос переподготовки, в том числе подготовки мастеров к педагогическим образованием. То есть мастер производственного обучения с педагогическим образованием. И нам очень важно, чтобы в техникум у нас работали специалисты, имеющие и не только золотые руки, но еще владеющие педагогическими технологиями. И мы рассчитываем, что к 16-17 году все-таки нам удастся вот эту профессию запустить. И тогда мы решим очень ключевой и важный вопрос подготовки кадров для самой системы среднего профессионального образования. И здесь еще второй момент очень важный есть. Ведь педколледж носит имя Никольского, выдающийся деятель, научный след хороший оставил. И нам важна этическая и моральная ответственность, чтобы это название еще сохранить. И поэтому объединенный техникум сегодня носит имя, которое мы как бы объединили пока. Кстати, как будет называться новый объединенный техникум? Ну вот я пока не скажу точно, потому что нам очень важно изучить мнение экспертов, послушать стороны, которые здесь будут участвовать. Очень мы хотим подключить всех. Но предполагаем, что это будет примерно звучать как индустриально-педагогический. То есть педагогический техникум, готовящий кадр для индустриальной сферы, для сферы подготовки кадров для индустрии. Ну и имя Никольского, самое главное. И имя Никольского мы хотим сохранить. Вот ключевое здесь имя Никольского сохранить. И при том это дать новый импульс педколледжу, новую жизнь, новое дыхание. Потому что то, что они готовили воспитателей среднего звена, допустим, или нянечек переобучали, это не столь сегодня востребовано. Это может сделать педагогический вуз спокойно. Это могут сделать другие учебные заведения. Это ниша есть, где мы можем реализовать. А вот нишу готовить мастеров у нас в республике нет. Готовить где-то далеко, это очень дорого. Выпускнику поехать или тем более мастеру параллельно работать и получать образование проще у себя дома. Поэтому мы эту кадру вопросом... Кстати, а где вот у нас поблизости готовят мастеров производственного обучения с педагогическим образованием? Ну, по крайней мере, я знаю в Казани, и то маленькая квота там небольшая, и потом она как бы заполнена самими потребностями. Татарьи закрывает только, и не в полной мере. Для нас очень важно не замыкаться, конечно, внутри. Система повышения квалификации, она будет. Она не будет замыкаться на республике. А вот основу дать профессии мастера педагогическим образованием, это будет реализовываться республика. А в общем, мастеров у нас достаточно для всей системы среднего специального образования? Вы говорили о том, что и возраст, в общем-то, уже достаточно почтенный у большинства, и нет свежей крови. Ну, вот опять-таки, достаточно не достаточно, чем мерить. Надо, наверное, мерить тем, что вот новое производство, новую технологию возникает. И, соответственно, мастер должен владеть этими технологиями. Он должен или прийти с производства, или уже обучиться этим новым технологиям, новым сферам будущей профессии. И поэтому наша задача все-таки привлечь специалистов из той сферы, где сегодня есть эти мастера, и привлечь их для педагогической деятельности. Поэтому переобучить и обучить педагогическим технологиям, или сделать из него еще, кроме мастера, еще сделать и педагогам, вот основная задача нашей системы образования в том числе. По сравнению с предыдущим годом, как-то изменятся условия приема в средне-специальные учебные заведения? Ну, опять-таки, издалека хочу приступить к ответу. Потому что изменилось законодательство, то есть мы приняли закон образования. Закон образования, который до этого существовал, он предполагал конкурсный отбор техникумы. И новый закон стал более демократичным. Сегодня среднее специальное образование является общедоступным и бесплатным. Соответственно, конкурса по определению не должно быть. Кто пришел, всех надо бы взять. Но, с другой стороны, мы не можем всех взять, потому что количество бюджетных мест или количество мест, которые может обеспечить учебные заведения, ограничены и площадями, и мастерскими, и преподавателями, и так далее, и так далее. И поэтому возникает конкурс документов. У нас нет такого экзамена, который мы устраиваем сегодня, как обычно раньше был вступительный экзамен техникумы. У нас есть сегодня документы, которые выпускники подают. И на основе конкурса документов и полученных результатов в девятом классе мы зачисляем в техникум наших выпускников. В конкурсе документов какие именно участвуют? Это, прежде всего, результаты данных экзаменов в форме ЕГЭ и документы о получении девятилетнего образования. То есть, по сути, это конкурс аттестатов. Конкурс аттестатов. Но мы стараемся все-таки изучать склонность ребенка. Склонность ребенка через портфолио, как правило, они представляют, где они в каких-то творческих конкурсах участвовали, где в каких-то кружках участвовали. Для нас очень важно, чтобы человек, идущий на технические специальности, был в школе хотя бы задействован в кружки технической творчества. Существует какой-то нижний предел нормы, вот ниже которого уже совершенно точно не стоит ни в техникум, ни куда-либо соваться? Ну, нижний предел для вузов существует, потому что существует система оценки формы ЕГЭ, которая позволяет получить определенные баллы при издаче конкретных предметов. И у каждого предмета есть нижний порог, ниже которого ставится двойка. Кроме этого, есть нижний порог, ниже которого документы не принимаются выше, чем на заведение. Они чуть выше, чем, допустим, для получения аттестата. Поэтому вот этот нижний порог существует для тех, кто вообще не справился с заданиями или кто плохо написал ЕГЭ по тому или иному предмету. Для техникумов нижнего порога нет. Почему? Потому что для нас важно, если человек получил аттестат или получил образование 9-летнее, как мы по-старому называем, он мог получить рабочую профессию. Он мог чтобы трудоустроиться, чтобы позарабатывать. И этой рабочей профессии, кстати, мы стараемся выдавать детям ограниченные возможности здоровья, как мы называем, задержка развития. И очень важно не только в социальной пособии дать ребенку, а еще дать удочку для того, чтобы социализировался этот ребенок лучше в обществе, чтобы он зарабатывал. И такие виды труда существуют. Это озеленение улиц, это какие-то вещи, которые не требуют большого интеллектуального труда. А очень важно ритмично, грамотно выполнять поставленную задачу. И срок обучения для детей, для таких детей мы увеличиваем. Кстати, мы создаем специальные условия, даже специальные бюджетные места для таких категорий детей. Допустим, в Марпасаде мы полностью ориентируем на выпускников специальных коррекционных школ. Мы считаем вот эта тема тоже очень важной для выбора будущей профессии, для данной категории детей. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр образования и молодежной политики Чуваши Владимир Николаевич Иванов. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова